Ученые нашли необычный способ борьбы с шизофренией. Новый вид терапии помог снизить частоту галлюцинации и уровень стресса у больных. Британские специалисты смоделировали цифровую визуальную модель «Аватара», разговор с которым помогает больным шизофренией справиться с голосами в голове. Исследование с описанием разработки опубликовано в медицинском журнале The Lancet Psychiatry. В работе отмечается, что слуховые галлюцинации испытывают до 70% шизофреников. Чаще всего так называемые голоса в голове оскорбляют больных, угрожают им и призывают к опасным действиям. В большинстве случаев симптомы удается ослабить с помощью медикаментов, но даже после терапии голоса слышит каждый четвертый больной, отмечает ведущий автор исследования, профессор Королевского колледжа Лондона Том Крейк. Ученые пригласили для испытаний 150 пациентов британских больниц, 18-65 лет, с расстройствами шизофренического спектра и психозами. Участников разделили на две группы. 75 человек лечились у психиатра, 75 – проходили аватар-терапию. Члены обеих групп при этом продолжали принимать лекарства. Для создания аватара исследователи вместе с пациентами визуализировали в компьютерной программе голос, чаще всего преследовавший больных во время приступов. Пациенты разговаривали с виртуальным собеседником ежедневно в течение полутора месяцев. В соседнем помещении находился врач, который говорил с больным от лица аватара измененным голосом и фразами, характерными для галлюцинации конкретного человека. Параллельно фиксировалась интенсивность голосов в голове участника эксперимента. Результаты показали, что такой вид терапии помог снизить частоту галлюцинации и уровень стресса, которые вызывали приступы у больных. Через 12 недель 7 из 75 пациентов перестали слышать голоса в голове, тогда как в группе, консультировавшейся у обычного психотерапевта, таких было лишь двое. Как сообщал корреспондент NET ранее в США впервые в истории разрешили продажу таблетки со встроенным микрочипом. Он встроен в препарат Abilify, который применяется для лечения различных психозов и назначается при шизофрении. В США это лекарство принимают 7 миллионов человек. Ученые нашли связь между шизофренией и сном. По материалам сайта NewsGro.com Субтитры создавал DimaTorzok